В Каменке, по словам местных жителей, незаконно строятся три объекта. Это будущий гостиничный комплекс. Люди удивляются, как предпринимателю удалось получить разрешение на территории, где подобные работы запрещены в принципе. 25 лет это место было охранной зоной, потому что под землей проходят коммуникации, вода и газопровод. Но и это еще не все. Для того, чтобы освободить, так сказать, зону под строительство, они взяли на один и тот же столб, понавесили вон траверс, и на одном столбе теперь две линии высокие по 10 тысяч. Я не знаю, возможно ли такое по техническим нормам и правилам. Точно так же с газовой трубой. Фундаменты вот этого дома стоят в аккуратно трубе. Они что, эту трубу пообносили вокруг дома уже после, и этот, и тот, и тот на углу, третий. Линии электропередач могут оборваться в любой момент. Это грозит грандиозным замыканием, в результате которого может выгореть половина микрорайона. Возмущаются соседи незаконной стройки. История началась три года назад. За несколько лет до этого жители сел Каменка и Белое хотели построить на пустующей земле часовню. Обратились в крымскую епархию, но им было отказано. Обосновали решение тем, что эта территория – охранно-санитарная зона. Были и другие претенденты на владение спорным участком. Им также отказали. Не разрешили построить даже детскую площадку. Здесь недалеко школа. Здесь очень большой элитный район у нас, Каменка. А по всей Каменке ни одной детской площадки нет. У меня трое, пятеро внуков. Вот куда их везти? При Украине нам обещали вот эту площадку, что здесь сделают детскую площадку. Куда только не обращались люди. В райисполкомы, в горыисполком и не только. Прокуратура, отписки на газсети, газсети на Крымэнерго. Круговая порука идет, никто ничего конкретного не оставил. Пристановили. На два года он и строился. Пристановили все. Подали в суд. Он не предоставил отвод на земельный участок, не предоставил ничего в суду. Короче, вот это прекратилось. В 17-м году, в июле месяце, опять начали строительство. Иначе говоря, предприниматель решил, что разберется с документами по ходу дела. Но мириться с таким положением вещей жители Каменки не готовы. С жалобами люди отправились к зампредседателю Симферопольского горсовета Александру Мальцеву. Попросили разобраться, на каком основании возводятся здания. Чиновник приехал и осмотрел стройку. Но после этого не последовало никаких ответов. Что скажут корреспондентам ИТВ, представители власти, смотрите в следующих выпусках новостей. Анастасия Сухарева, Петр Куций, Служба новостей и ТВ.